Вместо школьных парт – зрительный зал, а в роли учителя – народный артист Украины Вячеслав Редя. На уроке музыки ученики запорожских школ будут ходить в областную филармонию. Здесь они смогут не только услышать известные произведения в исполнении симфонического оркестра, но и получить теоретические знания. Эта идея, говорит городской голова, пришла на открытие симфонического сезона. Тогда руководитель области Александр Пиклушенко предложил активно приобщать запорожцев к симфонической музыке со школьных лет. Цена вопроса – 100 тысяч гривен. Финансировать мы будем это из городского бюджета. Глубоко убежден в том, что все, что мы вкладываем в культуру, имеет абсолютно прямое материальное последствие. Потому что когда в городе живут культурные люди, в этом городе меньше ломается лавочек, бьется стекол. Чище на улицах. То есть это все имеет прямое, абсолютно, потом денежное выражение. Но нам сам Бог велел это делать, имея такой замечательный симфонический оркестр. Главный дирижер Академического симфонического оркестра областной филармонии, народный артист Украины Вячеслав Редя, одобряет решение власти. Такой эксперимент, говорит он, будет не только развивать школьников, но и даст филармонии новую публику. Все мы знаем, что нельзя полюбить то, чего не знаешь. Вот наша задача, наверное, донести до детей, что же такое симфоническая музыка. Это будет проходить в рамках урока, скажем, музыкального урока. На примерах простых классической музыки, популярной музыки, музыки кино, джаз, каких-то музыкальных сказок. Все это будет очень доходчиво. Но самое главное, действительно, большое количество детей услышат живьем симфонический оркестр. Музыкальные уроки в филармонии распределят на весь симфонический сезон. Всего концерты смогут посетить более 20 тысяч запорожских школьников. Музыкальные уроки в филармонии. Продолжение следует...